Заплатили за воздух. Три года назад люди купили квартиры, которые до сих пор не построены. Причина – предбанкротное состояние строительной компании «Новострой-21 век». Достраивать дом номер 48 по улице Краснознаменной в Энгельсе компании просто не на что. Дольщикам они предлагают заключить договор со строительной компанией из Санкт-Петербурга. Мнение дольщиков выяснила наша съемочная группа. Долгострой-21 век. Так между собой называют строительную компанию «Новострой-21», возглавляемую депутатом областной думы Алексеем Сергеевым, дольщики жилья по улице Краснознаменной в Энгельсе. Еще три года назад эти люди не подозревали, что станут соседями не по уютным квартирам, а по несчастью. Недвижимость люди купили еще на этапе строительства, но «Новострой» его быстро прекратил. Сейчас уже дом должен был быть сдан до 30 апреля этого года. Дом не сдан. Застройщик «Новострой-21 век» фактически прекратил застройку этого объекта. Объект не строится с октября 2013 года. «Новострой» прекратил строительство. По нашему мнению, что фактически компания находится в предбанкротном состоянии. Вполне возможно, что активы сейчас уже все выведены. Предполагалось, что дом будет состоять из семи секций. Но полностью удалось закончить строительство лишь одной. Две другие остались недостроенными. А к строительству остальных секций компания, возглавляемая сыном депутата Алексея Сергеева «Новострой-21 век» даже не приступила. За этим забором хранятся строительные материалы на сумму около 2 миллионов рублей. Пройти на участок может любой желающий. Для этого достаточно просто отомкнуть проволоку. Никакой охраны здесь нет уже два года. Участок с дорогими строительными материалами превратился в заброшенное поле. Кофе, чай. Прям хорошо. На этой строительной площадке все как и два года назад. Рабочих вот только нет. В 2011 году эта земля была передана в аренду строительной компании «Новострой-21 век» на 10 лет. Но те за нее не платили. В итоге стройку пришлось заморозить. На сегодняшний день строительная компания депутата не имеет финансовой возможности продолжить строительство. Его они передали компании «Стройкомплекс», которые тоже отказываются от этого дома. Мы обращались в «Стройкомплекс». Начинали где-то с марта месяца обращаться в «Стройкомплекс». «Стройкомплекс» как бы от дома отказывается. То есть они вначале говорили, что мы готовы рассмотреть дом для достройки. Но сейчас они фактически сказали, нет, мы достраивать его не будем, ищите другого застройщика. Чтобы возобновить строительство дома, инвесторам нужно отказаться от строительной компании «Новострой» и заключить договор с новым застройщиком. В качестве него готова выступить строительная компания из Санкт-Петербурга ООО «ПТК «Строй». Они планируют войти в социальную программу по переселению людей из аварийного и ветхого жилья. Это группа компаний, да, группа компаний «Капиталстрой» Питер. Почему данную компанию выбрали? Потому что предлагали многим компаниям, и «Энгельским», и «Саратовским». Но экономически как бы нецелесообразные компании многие отказались. Поэтому эта компания новая, она хочет войти на рынок строительства и как бы завершить строительство данного объекта. Чтобы собрать все подписи и сменить строительную компанию «Новострой» на новую, дольщики создали группу в социальных сетях. Но их общению там постоянно кто-то препятствует. Диалоги в сообществах постоянно удаляются. А если члены инициативной группы не соберут подпись хотя бы одного дольщика, то они не смогут сменить строительную компанию. В понедельник в «Саратов» приедет директор ООО «ПТК «Строй», который займется переоформлением всех документов.